ты бродил где-то ребята всем привет вот мы со стёпой приехали на охоту а кому кому димончику димончик нам сегодня навязал зверей как обычно я надеюсь он уже давно привязал говорит что уже где-то могли веревку перетереть они приехали на козлика поохотиться на кабанчика на лесу это обязательно если встретим то будем брать лесу мы не пропускаем в общем ну все будем по ходу вот у нас такая погода жара было 31 градус пока ехали сейчас вот покажу там такая чернющая туча он идет там светлая да там небо светлое там черное вот уже дождик начинает накрапывать сейчас прокатимся немножко поугодим потом уже ближе к темноте сядем посидим где-нибудь на каком-нибудь хорошем поле тут поля красивые кабаны козы ходят думаю что может что-то надеюсь димон нас не подведет как обычно нам сделать охоту красота радуга такая вылезла а вот там что-то ходит на поле не можем и пока определить но самочка у нас скоро сезон начнется вот они жгут а он там сплыл и две кряка кряковые это выводы а вон еще замечали а вот теперь по не целую только уж это рыча на зима дерево кабалер на отходит после купали и первый самец таки рожки но не очень не на не наш клиент трофейный нанеси нежу вся нормально чувствует потом так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот такой козлик, не трофейный оказался, оказался он как-то побольше, сдалека. Ну, как бы старенький, розетки вот широкие, ну, в коллекцию пойдет. Ничего страшного, козел крупный, хороший по размеру, пойдет на мясо, Димончику на день рождения, у него как раз скоро днюха. Так что, неплохо, в целом неплохо, который добыть и приготовить. Закрываем бумажки и забираем козлика. Сейчас он-то напишет, я знаю. Ступка еще даже ружье не расчехлил свое, что-то... Стрелял в 158 метров, со своего карабина, 308-й калибр, пулей Барнаул. Стоит у меня в этом сезоне вот прицел артелф, я поставил 30-я труба, 5-25 кратность, 56-я линза. В принципе, было видно вообще отчетливо в прицелы самку и самца, их было двое. Тоже сниму, благо здесь у нас быстросъемы стоят. Я сейчас сниму, поставлю теплак и будем охотиться уже на кабана с теплаком. Легко он снимается, так, это закрутить, это открутить. Главное, где перепутать. Сейчас мы его снимем, потом пазики. Главное запоминать, какие пазы ты ставишь прицел, тогда он будет стрелять четко. Все, вот 2 секунды снял, без приспособления. И все-таки я считаю, что быстросъем, это то, что можно снять пальцами, без ключа. Потому что есть быстросъемы, такие защелкиваются. Это, кстати, тоже артелловские быстросъемы, кольца. Так, что делаем, Димон? Берем пробу, анализы на брюцеллез. У нас сейчас обязательно надо брать на брюцеллез. Анализы со всех животных. Кровь. Чем раньше возьмешь анализ, тем лучше отделиться кровь. Поэтому надо сразу, сейчас мы его добыли тут, сколько, минут 10-15 назад. Сейчас быстренько возьмем анализ трави. И ошкурим. Ну, козел такой, ну, не огромный, но нормальный по размеру, да? Ну, да. Небольшое лирическое отступление. Не так давно тут же удалось мне добыть трофейного козлика, наконец-то. Это, пожалуй, самый красивый, самый достойный в этом году самец. Стрелял 160 метров. К сожалению, как обычно, не удалось снять там сам подход. И камера села. Был на поле, уже убегал. Как раз это у нас сейчас гон. Это август месяц. Середина гон. И он бежал за самкой. Вот уже практически сезон подходит к концу. Сейчас уже скоро сентябрь. Хода на бобра начнется. Потом октябрь, загонная. И какие-то выводы все-таки я могу по этому прицелу сделать. Артелф. Особо минусов я не вижу. Я сравнивал с одним именитым брендом недавно картинку. Вообще на уровне. Хотя стоит он, наверное, в 3-4 раза дешевле. И кому я не показывал его в этом сезоне, кто не смотрел в эту трубку, все отмечали хорошую просветленность картинки. Я его, наверное, уже раз в 10 снимал, ставил, снимал, ставил с карабина. То пользуюсь тепловизионным прицелом, арконом, то ставлю Артелф. И еще ни разу я его не перестреливал. СТП держит. Это очень-очень хорошо. Хотя вот тут такие родные кольца. Скажем так, это, наверное, единственное, что мне не очень нравится. Потому что они немножко высоковаты для моего карабина. Хотелось бы, конечно, видеть еще третье исполнение колец. Потому что там вот этот низкий и есть высокий. Хотелось бы видеть еще ниже. На где-то миллиметров 5, чтобы были ниже. И тогда будет вообще огонь. А так, в целом, прицел отличный. Еще пробовал водить поправки, стрелять по поправкам. Тоже остается СТП на месте. Четкие, хорошие клики. Сейчас попробую вам показать. Будет слышно, нет? Сезон отохотился. Охот 10 было. На загонную все-таки тут кратность великовата. Пятерка начальная. На коротке будет стрелять очень неудобно. И, наверное, на загонную надо будет что-то другое. Есть у Ортелва очень интересный прицел. Хочу его попробовать. Это видео не заканчивается. Так что продолжайте смотреть Охоту. Там будет еще интересно. Посреди двора стоит. Деточка, ты не обалдела? Посреди деревни домашние. Вот так вот мы сидим на кабана. Просто вообще ни хига не видно. Вот он. Около двух часов мы пережидали дождь. И как только он закончился, мы отправились на овсяные поля искать кабанов. На одном из полей два небольших кабанчика передвигались. Довольно быстрым таким шагом уходили в сторону. Там такая посадка вдоль дороги. И на выстрел там было очень мало времени. Плохая видимость. Потому что после дождя поднялась влажность. Я хватаю карабин. Включаю. Понимаю, что вот тут еще несколько секунд. И они зайдут в посадку. Она справа выцеливаю. Одного первого, который повернется боком. И делаю выстрел за лопатку. Шлепка не было слышно. Второй кабан не спешил убегать. Несколько раз еще выходил на поле. Все-таки, наверное, пытался прорваться на соседнее, куда они шли. Кадры сейчас вы видите. Саркон Альфа 35 второго поколения. Такую погоду достаточно хорошая картинка. Потому что там были еще два с собой прибора. У Димы в них вообще ничего видно не было. Так, ну вроде попал по кабану. Вот кровь есть. Пойдем смотреть. Так, Степан. Держи ружбайку на готове. Кровь, кровь, кровь. Вон, смотри, сколько крови. Весь увез в крови. А, нет. Нет, он туда вправо ушел. У меня только одна, видишь? Да. А? Нет, он же вправо смотрел. Ну кровью, смотри, как брызгало. Думаю, что легкие, скорее всего. Мальчик. Да, надо подверху что-то. Где он? Вот, вот, вот. Вот он. Мальчик. Да. А? Да. Да, как там? С полем. Спасибо. Пожалуйста. Блин, что значит, пожалуйста. Какой, круленький, жирненький, красота. Все, надо за санями идти. Да. Прошли, нашли кабана. По псу. Вот тут у нас. О! Нормальный ход, все, блядь, все четко сухие. Так что же, сейчас хоть лепшим? Ты бродил где-то. Пойдем его забирать опять будем. Тут полный. Красавчик. Хорошо, что сапоги на пенке, да тепло, знаешь. Тепло. Мне легко, у меня даже через края она просто выливается. Ну что, ребятки, вот такой вот кабанчик. Отличный, гастрономически вкусный самец. Да, хорошее попадание, четко за лопатку. Пока я, короче, взял карабин, то они уже почти ушли с этого поля. И шли на соседние. А соседние у нас что там? Тоже. Тоже овес? Ну, как бы успел сделать выстрел по одному из двух, да. Хороший выстрел, хороший трофей. Все сложилось, все получилось. Димон, спасибо. Отличная охота. Сейчас еще проедемся, может, хищника добудет. Димончик заставил нас поездить еще, добыть две лисицы, сказал. Раз-два зверя добыли, надо и хищника добыть. Ну, кстати, лис у Димы вообще практически в угодьях нету. Хотя много полей покошенных, таких уже чистых. А зайцев? Зайцев море. Зайцев видели дофига. На некоторых полях вообще там по 10 штук я сидел. Ну, зайцев много, да. Лис мало. Ну, Дима занимается, лисы стреливает. Как-то зимой мне фотку скидывал, вставлю, если найду. 10 штук, да, добыл? Добыли. Ну, добыли, да. Ездили специально по лисе. Поэтому надо как-то... Дачка будет у себя и повышен. Да. Как бы хищника надо контролировать, ребята, в угодьях. Следить за этим. Не жалеть патрона на лисицу. Ну, погода нас подвела. Как бы хотели побольше где-то на поле посидеть, походить. Но этот дождь не дал. Да, посидеть особо не вышло. Так, чуть-чуть прогулялись. Ну, очень удачно все. С трофеем. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Что ты, Дима, следующее мне привяжешь? Ну, конечно.